Сегодня мы будем делать отчет в формате Excel, таблицы XML. Сначала берем тот отчет, который мы делали в Excel. Чистим его. Все, кроме одной строки данных. Берем вот эти все ячейки, которые имеют одинаковый формат. С помощью кисти еще раз применяем этот формат. Это для того, чтобы в XML формате было меньше стилей. Так, отлично. Теперь сохраняем как XML таблицу. Сохранить как? Таблица XML. Сохранить. Все, больше от Excel нам ничего не надо. Полученный файлик, который мы только что сделали в Excel, открываем через F3, например, нашим штатным просмотровщиком. Кодировку сейчас Unicode, UTF-8. Что у нас? Смотрите. В первую очередь надо обратить внимание на вот эту строку. Здесь описывается наша таблица. Сколько у нас не пустых колонок, сколько не пустых строчек. Колонок у нас три. Так оно и будет, мы менять их не будем. А строчек у нас будет количество записей выборки, плюс нижняя строка, в которой считается итог, формула ставится. И первые две строки, это заголовок самого отчета и заголовок таблицы. То есть получается 70 плюс 3, 73 строки. Ну или там сколько будет у нас, посмотрим. Вот это вот строчки. Это есть заголовок нашей таблички. Вот она, группа товаров, именование, продажи. О, продажи, ну ладно, продажи. Следующий раздел, три строки. Это и есть наши данные, которые мы выгружаем в файл. Построчно нам придется проходить весь рекордсет и выгружать вот сюда его. Итоги. Вот они, итоги, формула. Она, видите, в каком формате. То есть координаты относительные, не A1, там B1, а текущая строка, текущая колонка и минус или плюс 1 координаты. А ну по умолчанию ставится какое-то число. Хотя формула сама сразу пересчитывает его, но по умолчанию принято что-то заносить сюда. Ну и все. То есть мы меняем вот этот диапазон. Вот этот диапазон заносим. Хотя можем даже и не менять отсюда, взять полностью готовый. То есть нам получится, надо будет поменять вот это, вот эту строку и вот это число. Остальное мы вставляем как есть. Берем, все это выделяем. Копируем. Так, закрываем. Далее запускаем Word. Здесь вставляем. Чтобы его красиво отображать в нашем редакторе, а потом и в самом файле было красиво видно, мы немножко меняем, добавляем некоторые символы. Берем разрыв строки. Заменяем на что? На вот такое. И знак переноса. Перенос строки в нашем редакторе. Это разрыв строки будет в текстовом файле. Все, заменяем. А, стоп, еще вернуть же назад параграф надо. Все, вот эти, кстати, строчки можно повдалять, если есть желание. Но, в принципе, они нам не мешают. Если там лишние классы, тоже их можно удалять. Заходим в наш редактор. Ага, мы еще не создали файл, в котором будем это все делать. Все. Так, перетягиваем наш редактор. Вот это все мы удаляем до сюда. XML. В сеттинге их добавляем в XML файл. В сеттинге мы должны это закомментировать, пока что нам не нужно. И вписать новую функцию, которую мы сейчас будем создавать. ML. XML. RIP.XML. Сохраняем все это дело. Далее, идем в наш Word. Все это дело копируем. Вставляем. Вот так у нас получилось. Мы назначаем переменную. В том, это то есть верхняя часть нашего файла равняется. Находим нашу строку. Вот она. O.R.S. RECORD COUNT. Скобка мы считали формула и два заголовка документа и таблицы. Значит, 3 плюс. Это все в скобке. Вот. 4 мы убираем. Вот. Эту часть, в которой у нас хранится данные включительно с заголовком таблицы, мы можем писать уже в файл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот это вот мы будем сейчас писать динамически, пробегая по всему рекордсету. Берем, копируем, вставляем. Тексты outfire в writeLine. Так. Переменную назначаем. strtmp равняется пустая пускай будет пока что. И цикл. Вот она наша строка. Что в нашей строке нужно? Берем и вот сюда вот пишем значение с нашего поля. Сюда тоже самое. Пусть stability. Дальше откgin Запись, сама запись, файл, то что мы сюда скопировали, мы его переносим в цикл и пишем вот эту вот строку. Вот, то есть пока не достигнем конца рекордсета мы будем постоянно записывать новую строчку в файле. Далее, varstrbot здесь в формуле поправить ссылку. От самой первой строки до предыдущей строки, оно должно все сюда считаться формулой. И записываем наш последний кусочек файла. Вот, это наша по идее рабочая программка. Так, закрываем Word наш и запускаем скрипт. Сейчас может ошибок выдаст. Вот, отлично, строка 12, символ 3. А, ну конечно, мы же не подключили сюда наш скрипт. строка 12, символ 54, строка 85, символ 54, что у нас там не так? А, ну конечно, не туда я влупил, не туда я влупил запись нашего поля. Его надо было вот сюда писать. Ctrl X, Ctrl M. Так, это удаляем, значит все. Все. Так, еще одна попытка. Не ругнулся. Значит что-то сработало. Rep. XML. Вот он файлик создался, что у нас в нем? Стртмп. Стртмп. Прикольно. А, ну конечно. Ну конечно. Ну конечно. Топ стр есть. Топ стр есть. Стртмп есть. Стрбот надо поменять. Взял местопеременных, записал строковые константы. Что-то сработало. Смотрим. Можно по размеру кстати глянуть. О, 50кб, тут же должно быть данное. Вот оно. Наша данная все. Вот она наша формула. С3, С79. Видите, 79 строка. И С3, С3. Все. В отчет этот в принципе делается 5 минут. И для простых отчетов лучше варианта нет. Поэтому рекомендую пользоваться вот этим вариантом генерации отчетов.